Всем привет! Днепр на связи, 7 октября, 12.04. И что, друзья, продолжается наш день. Вновь был очередной сигнал воздушной тревоги, который продлился с 9.18 до 11.00 часов. В это время была большая концентрация беспилотников, в том числе и у нас в области. В Новомосковском районе отмечался ударный БПЛА, а над нашим городом парочка разведывательных летала. Представляете? Летают и смотрят. Затем в области были слышны взрывы. Предварительно сообщалось о работе сил ПВО по этим разведывательным БПЛА. Но, друзья, при такой активности разведки вновь какое-то чувство тревоги не покидает жителей нашей области. Я думаю, есть такое, никуда от этого не деться. А вы что думаете? Летают, смотрят, страшно наблюдают за всем, что я делаю. Они за мной следят. Они везде, они за мной следят. Они продолжают за мной следить. Такие дела. А еще СБУ следило за двумя корректировщиками ФСБ, которые наводили российские ракеты на нашу область. СБУ их задержало. Агентурную сеть ФСБ задержали еще в конце августа этого года в нашей области. Тогда контрразведчики СБУ задержали шесть участников этой преступной группировки, которая корректировала ракетно-дроновые атаки России по региону. Основными целями России были объекты военной и критической инфраструктуры. На данный момент установлено местонахождение и задержано еще двух агентов этой группы. Ними оказались 56-летний руководитель охраны одного из местных предприятий и 48-летняя безработная, которая проживала в пригороде нашего города. Злоумышленники сейчас находятся под стражей без права внесения задатка. Им грозит пожизненное лишение воли с конфискацией имущества, друзья. Вот такие дела. А еще не дня без коррупционного скандала у нас в городе. Заместителя директора одного из коммунальных предприятий города Днепр подозревают в завладении почти 2 миллионов гривен на закупке старлинков. Ай-яй-яй-яй-яй, друзья, что ж творится-то? Что ж творится-то? Речь идет, кстати, о тех, кто должен был обеспечить связью местное учебное заведение. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Цены на терминалы старлинг спутниковой связи завысили на 1,8 миллиона гривен. Представляете, что творится? Обыски провели, мобильные телефоны, черные записи и компьютеры изъяли. Подозрение оформлено. Вот такие дела. А, кстати, в 10.40 в Запорожье был слышен взрыв. Местные сообщают, что их было аж три. Областная администрация и Минэнерго заявили, что в Запорожской области вследствие ракетного обстрела отключалась воздушная линия, что произвело к тому, что были обесточены обычные пользователи. Представляете? На данный момент вроде по резервной схеме восстановили электропитание. Кличко нам, друзья, рассказал, что же происходило в Киеве и в Киевской области. Обломки вражеских ракет упали в нескольких районах города Киев. Отдельно говорится о том, что в Соломенском районе, в некоторых местах на открытой территории, в Шевченковском районе, вблизи пешеходного перехода, в Голосеевском районе, в одном месте на тротуар, а в другом обломок пробил крышу служебного микроавтобуса. Представляете? Что далее было, друзья? В 9.34 еще Кличко сообщил, что в Соломенском районе пожар, возможно, последствия падения обломков ракет, предварительно без пострадавших. Далее была еще информация от областной местной администрации военной, что в Соломенском районе обломки повредили крышу многоэтажного жилого дома. Один из обломков упал на территорию школы, остальные на открытой территории, предварительно без пострадавших. В Головсеевском районе обломок повредил крышу автомобиля. Другие части ракет упали на открытой территории, тоже без пострадавших. А в Шевченковском районе падение обломков на открытой территории и тоже без пострадавших. Слава Богу, Бог нас любит и охраняет от различных падений предметов металлических, и не только с неба. Далее Кличко сообщил, что пожар в Соломенском районе, который возник в одном из гаражей на частной территории, вследствие падения обломка, ликвидировали. Пострадавших нет. Обломки ракет также выявили возле подъезда одного из многоквартирных домов, а также во дворе частного дома. В том же Соломенском районе обломки ракеты упали еще и возле супермаркета. А затем была информация, что ударный беспилотник в бок Василькова летит в сторону. Работает ПВО в 10.06. А затем Кличко обновил информацию. Сказал, что в Соломенском районе обломки повредили крышу многоэтажного жилого дома. Еще один обломок упал на крышу супермаркета. Один из обломков упал на территорию школы. Все остальное на открытой территории. В Головсеевском районе обломок повредил крышу автомобиля. Еще на одно здание упал. Был пожар. Смогли все ликвидировать. Все нормально. Представляете, что творится, друзья? Обломки падают. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зато уже Томирского, 56-летнего врача, изъяли более 4,5 миллионов гривен, которые она незаконно заработала, помогая уклонистам подделывать справки о прохождении МРТ, с помощью которых можно было потом оформить инвалидность. Об этом сообщает национальная полиция. Ей грозит лишение свободы до 10 лет и конфискация имущества, друзья. А в Староконстантинове, Хмельницкой области, куда сегодня летели кинжалы, а говорят, что кинжала было три, угроза детонации боеприпасов. Об этом сообщил Староконстантиновский, Староконстантинов официальный. Сказали, попросили людей находиться возле укрытий. Угроза детонации боеприпасов. Получается, прилет, вследствие чего было детонирование. Ну и ну. А сегодня премьер Украины Шмыгаль уже встретился с премьером Словакии Фицо в Ужгороде, Закарпатской области. Об этом сообщает Украинформ. К слову, Фицо вчера заявил, что пока будет главной главой страны, Украина не вступит в НАТО. И сказал, что в 2025 году хотел бы посетить Москву. Ну и ну, друзья, вот такие дела. А под Ореховым, Запорожской области, украинские инженерные войска начали не просто копать окопы, а заливать укрепления бетоном и строить бетонные бункеры. Об этом сообщают аналитики. А ракетный комплекс ЯРС, который может нести ядерное оружие, вывели на боевое дежурство в российском Новосибирске. Об этом сообщают российские СМИ. Ой-ой-ой, говорят о том, что он может поражать цели на расстоянии до 11 тысяч километров и имеет взрывную мощь, миллион тонн. Заряд может полностью уничтожить небольшой город. А Кличко, кстати, добавил прямо сейчас о том, что три обломка ракеты еще выявили на территории детского сада в Соломинском районе Киева. И Кличко сказал, что уважаемые киевляне, в случае угрозы сразу спешите в укрытие, так как обломки могут упасть в любом месте. Друзья, говорят, что скоро нас накроет все-таки ливень, дождь. Я вижу эти тучи. Ну, пойду попробую что-нибудь сделать в укрытии. Берегите себя, своих близких. Помните, что Бог любит нас, и вас, и нас. И до нового выхода на связь. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова